Изначально я советовалась с родителями, и они посоветовали пойти сюда. Тут я, во-первых, бюджет, то есть можно бесплатно учиться и получить хорошее образование. Виктория Морозова, как и ее подруги, решила освоить специальность контролера качества. Химия, математика, черчение – предметы обязательные. В техническом колледже обучают самым востребованным рабочим профессиям. Теорию всегда закрепляют на практике. Многие сейчас идут на юристов, на экономистов, но их много у нас в стране. А сварщик – всегда востребованная профессия. То, что вы видите вокруг себя, как бы все сделано из сварки. Именно с появлением колледжа Покрышкина в годы войны в нашем регионе стала набирать силу система профобразования. Российскому профтеху сегодня исполнилось 75 лет, и к юбилею в учебном заведении начали восстанавливать легендарную машину. На днях педагоги предложили учащимся колледжа новое интересное и ответственное задание, которое станет частью производственной практики. Им предстоит восстановить легендарный Ил-10 – самолет времен Великой Отечественной войны. Его нашли в Новосибирской области на границе с Казахстаном. Остав пока оставили на улице, а вот крыло и хвостовую часть уже восстанавливают в учебном цехе. Разговоры о том, что молодые люди не хотят получать рабочие специальности – это миф уверенной педагогии. Сегодня практически во всех училищах, колледжах и техникумах конкурс. Учащиеся работают на современном оборудовании, с трудоустройством тоже проблем нет. Предприятие ведет практику за практикой, за собой специалиста. И если предприятие создает условия для молодого специалиста, они там остаются после того, как защитят диплом. Таких предприятий достаточно много. 51 учебное заведение профессионального образования, 24 тысячи студентов, 19 ресурсных центров – таковы сегодня показатели региона. Лучшим педагогам вручают заслуженные награды. Некоторые удостоились нагрудного знака почетного работника Российской Федерации. Честно говоря, конечно, неожиданно, но и в то же время приятно, что твой труд оценивается. Я работаю в системе уже 29 лет. В далеком, в 78-м году, в 77-м году я сам закончил СПТУ-13. Технологии не стоят на месте, и сами педагоги время от времени садятся за парты, проходят курсы повышения квалификации, чтобы не ударить в грязь лицом перед учениками. Мы не зря разрабатываем программу реиндустриализации нашей области, экономики нашей области. То, что понимаю, под эту программу есть система, которая будет подготавливать кадры. Те востребованные, те совершенно другого уровня кадры по запросу вот этой линейки новых профессий. Это делаете вы. В честь юбилея новосибирские творческие коллективы подготовили для работников профобразования праздничный концерт.